сейчас ты узнаешь почему обычные люди не хотят делать тату у самых крутых мастеров и почему в россии и украине нет настоящей конкуренции среди татуировщиков привет сколько тебе сейчас лет 16 20 а может 60 судя по статистике этого канала тебе скорее всего от 18 до 34 и живешь ты где-то на просторах россии возможно ты студент вполне вероятно получающий стипендию а может тебя обеспечивают родители или ты уже лет десять как работаешь на какой-нибудь приличной но вероятно ненавистной тебе работе перманентно мечтая об вечном отпуске в любом случае кем бы ты ни был у тебя скорее всего есть некоторые обязанности и лишних денег как таковых скорее всего нету но подожди стоит тебе в интернете увидеть классный эскиз как да во вторник часу дня буду спасибо ты знаешь что из всех возрастных групп именно люди от 23 до 35 лет готовы потратить на татуировку от 4000 рублей но не каждый мастер готов сделать татуировку за 4000 рублей топовые мастера берут гораздо дороже но ты к ним и не пойдешь и нет не потому что дорого потому что тебе это покажется глупой затеей не видеть мелочей выгодно представьте что вы выбрали себе эскиз пусть это будет вот такая девушка в принципе вполне себе миловидный рисунок назовем его так мультяшный реализм тени есть ничего не искажено глаза красивые зеленые волосы прорисованы все в меру симметрично однако вы не видите что ресницы здесь растут прямо из белков глаз линия роста волос получилось слишком резкая уши мелковаты и плохо прорисованы вмятые виски ключицы расположены под разными углами и кончаются внезапно на середине шеи тень от подбородка падает как будто источник света сверху но больше ничего падающих теней нет как будто свет ровно спереди и так далее и это лишь некоторые тонкости с учетом всех этих ошибок которых напомню в начале вы даже не заметили и скорее всего не заметили бы потом работа будет выглядеть вот так думаю теперь некоторые из вас увидели разницу но большинство все-таки устраивает предыдущий рисунок если намек на то почему вы не пойдете кто по моему мастеру вам еще не ясен то я продолжу выпуск теперь от лица тату мастера они клиента я тату мастер условно есть три категории тату мастеров вот эти коричневые ребята которых невероятно много это новички люди не умеющие хорошо бить татуировки любители самопалов и недорогих цен за сеанс вот эти желтые точки это татуировщики среднего уровня те кто уже использует добротное оборудование неплохо бьет имеет базу клиентов возможно даже запись на пару недель месяц вперед и ценник за сеанс у них бывает кусается и третье зеленые ребята это топовые мастера жемчуг сливки тату сообщества чьи работы и цены вызывают одинаковое удивление и о них я сейчас хочу рассказать представьте что вы топовый тату мастер вы проделали долгий путь становления и наконец-то выбились в люди когда вы находитесь на достаточно высоком уровне с ценником за сеансом выше чем средняя зарплата то вашими клиентами потихоньку перестают быть обычные люди ими становится или тату мастера или же люди у которых действительно много денег или же те кто непосредственно связан с художественным изобразительным искусством почему же так происходит да потому что обычный человек без опыта художника или тату мастера не видит существенная разница между работой среднего мастера и мастера топового не видит разницы в плотности закраса в правильно подобранных цветах и во всем остальном Когда обычный человек смотрит на татуировку среднего уровня, часто ему мозг пытается подсказать, бро, с этой татуировкой явно что-то не так, но когда человек не находит ответа на этот вопрос, то ему кажется, что все в порядке. Обычный человек судит сквозь призму своего восприятия по принципу красиво-некрасиво, мне либо нравится, либо не очень. И соответственно, не замечая разницу в работах мастера с сеансом 10 тысяч и 35-40 тысяч, идет к тому, у кого, конечно же, дешевле. С мыслями, вы че, 35 кусков, давай этот мастер бьет так же и берет в три раза дешевле, конечно, я пойду к нему, какого хрена. Татуировщики или художники с уже наметанным глазом смотрят на тату работы критично. Их восприятие можно сравнить с тем, когда человек, играющий на каком-то музыкальном инструменте, хотя бы даже на среднем уровне, может, слушая любую музыкальную композицию, с легкостью расслышать каждый инструмент по отдельности, выделить его партию у себя в голове прямо во время прослушивания. Примерно вот так. То же самое, только прямо в голове, пока слушаешь. Этого не может сделать обычный человек. Ну просто не может. Как это разделить песню на уровне? Она же одна целая, ёб. А все потому, что музыкант слышал их по отдельности и слышит постоянно на репетициях, во время записи треков и так далее. Для тебя все выглядит четенько, прям супер. А для татуировщика здесь задний план лезет вперед, тут грубо сделан градиент, здесь линия вообще не нужна, а в этом месте поплыл контур. Ну вы поняли. С этой темой разобрались. И дальше информация пойдет в основном для татуировщиков. В прошлом видео я обмолвился, что среди татуировщиков нет настоящей конкуренции. И благодаря этому они могут обращаться со своими клиентами просто как захотят. Давайте поподробнее остановимся на этом. Выше было озвучено три категории татуировщиков. Новички, средний уровень и топ. На каждую такую единицу есть своя доля желающих людей. Как я и говорил в прошлом выпуске, конкуренция есть. Но она на уровне среднем и ниже среднего. Давайте рассмотрим. Все люди, желающие татуировку, это 100%. Из них 10% готовы забиться у начинающих мастеров, которые недорого берут, да и поторговаться с ними можно. Их ведь охренеть как много. 50% клиентов уже хотят к более опытному мастеру с хорошими работами, но и готовы как бы и часть зарплаты на это выделить. Большинство людей как раз имеют зарплаты, чтобы позволить себе сеанс у среднего мастера. Этим мастерам уже живется полегче. Однако конкуренция живая и для того, чтобы заполучить клиента, нужно постоянно шевелиться, что-то делать и рекламировать себя. Остаточные 40% хотят и могут набить татуировку у топового мастера. Но картина обстоит так, что это мизерное количество мастеров не способно быстро удовлетворять потребности того количества клиентов, которые хотят к ним. Из-за того, что мастеров мало, а клиентов много, создается спрос, но на него нет предложения. Топовым мастерам нет необходимости и даже возможности конкурировать. Добавьте к этому еще и то, что они работают в разных стилях и все. Об этом говорят факты. Некоторые ждут по 2 года, чтобы попасть к понравившемуся мастеру. А к другому он пойти не может. Другой также не набьет. Остальным мастерам приходится лишь постоянно стремиться вверх. Чего я собственно и желаю всем татуировщикам. Ребята, все вышесказанное – это всего лишь моя точка зрения на происходящее. Я говорю в силу своего опыта и в силу общения с другими мастерами. Все это можно проверить экспериментным путем. Например, вы можете попробовать записаться к новичку и убедиться, насколько это легко. А потом записаться к среднему мастеру и к топовому, убедившись, насколько это сложно. Спасибо всем, что посмотрели этот выпуск. Делитесь им со своими друзьями и развивайте ваши навыки в чем бы то ни было. Найти меня можно в ВКонтакте, в Инстаграм и в Телеграм. Если такие видео вам нравятся, подписывайтесь на канал. С вами был Влад. Пока!